На будущий год запланирована большая работа по реализации всех задач, поставленных главой государства в ежегодном послании. К примеру, в сфере образования будут рассмотрены квалифицированные требования. Методы обучения, система оплаты труда воспитателей и других работников детских садов. Будут дополнительно увеличены требования на строительство школ с привлечением инвесторов частного сектора. Это и многое другое обсуждалось на заседании актива Павлодара. Образование – одно из самых приоритетных социальных сфер, подчеркнул заместитель Акима города Саян Муканов. Он отметил, что именно качество дошкольного образования необходимо кардинально повысить, несмотря на достаточно высокий охват детей. На сегодняшний день доля педагогических работников дошкольных организаций с высшим техническо-профессиональным образованием по специальности дошкольное воспитание и обучение составляет 38,4%. Для решения данной проблемы будут пересмотрены квалификационные требования, методы обучения, система оплаты труда воспитателей и других работников детских садов. В средних общеобразовательных школах областного центра будет усилена работа профориентации с учетом выбора востребованной в регионе специальности учащимися. Кроме того, заместитель Акима города отметил, что в школах будет усилена роль психологов. Под пристальным вниманием власти остается также и бизнес. В нынешнем послании глава государства поставил задачу повысить защиту предпринимателей от незаконного административного давления. Руководитель региональной палаты предпринимателей Атамикен Ербол Арынов отметил, что в этом направлении проводится масштабная работа. В Павлодарской области проведена паспортизация 104 объектов этого сектора экономики. Вопрос показал недостаточный уровень загруженности производственных мощностей компании. Загрузка данных предприятий составляет порядка 59%. К тому же, в связи с тем, что следующий год объявлен Годом молодежи, в республике в Павлодаре стартует программа поддержки молодого предпринимателя.